Это район Тракия. Самый страшный район Пловдзева. Сталипинова. Квартал назван в честь, что все беды свалились на этот район. Интересное место. Сейчас я вам покажу все это. В Балгарии. Они уезжают из запустевших городов и сел за лучшей жизнью и работой. При вырытых котлованах техника заезжает на тротуар и он обваливается. Серьезные ребята, профессионалы. Да и сами жители не прочь поразвлекать самих себя. Мощная промышленность влияет на экологию в городе. Пино первое пиво в Болгарии. Очень вкусно. Так сколько же надо денег, чтобы жить в Пловдзеве? Ребята, сегодня про город, в котором я живу. Это Пловдзев. Этот город существует более 8000 лет. И его история достойна широкомасштабного фильма. Но я не Спилберг, да и команды у меня нет. Поэтому, кроме общего обзора города, я решила сосредоточиться на просьбах моих дорогих подписчиков. Вы давно просите меня рассказать о районах города, ценах на жизнь и других интересных вещах. Не просто было отсеять, как мне кажется, нужную информацию, и фильм получился довольно длинным. Поэтому приготовьте себе пару напитков, и если вы готовы окунуться в атмосферу этого города, то начнем путешествие именно с реки Морица, которая повлияла на создание города и климата в нем. Пловдзев – второй город по величине и важности в Болгарии. Он расположился в южной части Болгарии и в западной части Верхней Фракийской равнины. За полтора часа на машине можно легко преодолеть расстояние в 144 километра от Софии до Пловдзева, передвигаясь по автостраде Тракия. Пловдзев расположен на обоих берегах реки. Река Морица, которая разделяет город на север и на юг. Морица – одна из крупнейших рек на Балканском полуострове. Ее длина – 490 километров, а площадь водосборного бассейна – 54 тысячи квадратных километров. Морица прорывает цепь холмов под Пловдзевом, проходит вдоль восточных гор Рудоби, вступает на греко-турецкую территорию и затем впадает в Эгейское море. Вместе с бассейном реки Морица зеленые холмы формируют особые климатические условия – относительно мягкая зима и жаркое, но влажное лето. Я, как житель этого города, хочу сказать, что погода чаще всего непредсказуемая. За одну секунду солнышко может смениться дождем. Средняя максимальная температура июля составляет 30 градусов, а среднегодовая минимальная температура составляет 6,5 градусов. В декабре влажность 86%, в августе – 62. Почти весь год преоплодают слабые ветра. А в прохладные месяцы часто бывают туманы. В среднем – 33 туманных дня в году. Пловдзев – это сплетение истории и современности. Сохранившееся богатое архитектурное, историческое и культурное наследие давно сделало город главным туристическим центром Болгарии. Пловдзев – старше Рима, Афин, Карфагена и Константинополя и считается современником Древней Трои. Сегодняшний город построен на останках многих предыдущих городов. И его культура развилась из наследия многих предыдущих культур. Я не буду показывать вам Пловдзев исторически. Об этом есть много фильмов на Ютубе. Я покажу вам Пловдзев, в котором живут люди. На сегодняшний день, по данным Национально-статистического института Болгарии, в Пловдзеве живут почти 470 тысяч человек. Из них 248 тысяч женщин, 222 тысяч мужчин. Пловдзевчане, а именно так называют горожан Пловдзева, живут в этих кварталах, которые сейчас у вас на экранах. Я сегодня проеду по улицам некоторых районов, чтобы вы смогли увидеть кварталы для жилья. Нужно учесть, что Пловдзев – густонаселенный город, и этому есть причина, которую я озвучу чуть позже. Центр города и широк центр очень плотно застроен. Тут же под землей сплошная археологическая кладезь. Часто бывает, что начинают копать и натыкаются на историческое чудо-чудное, и стройка отменяется. Поэтому на тех участках, на которых уже ничего не нашли, стараются впихнуть какой-нибудь новый блок этажного жилья. Мы в районе Кершака. Сейчас покажу, как тут. Название Кершака происходит от турецкого языка, что в переводе означает «другой берег», и связано это с его расположением на северном берегу реки Марица. Район так и называется – Северный. Сухопутные пути из Западной и Центральной Европы в Константинополь весной и летом проходили к северу от Пловдива. И здесь стали останавливаться люди разных национальностей. Так и начал с 16 века заселяться район Кершака. На сегодняшний день в районе проживает почти 60 тысяч человек. Здесь работает довольно много административных офисов, а также госучреждений. Есть большое количество магазинов, супер- и гипермаркетов, бокалейные лавки, кафе, бары, рестораны. Здесь есть детские сады и школы для всех возрастов, три языковых школы. Знаковые места данного квартала – это Международный Пловдевский Панаир, Гранд-отель Пловдев, отель Санкт-Петербург и отель Марица. Пловдевский университет Паисий Хеледарского, Высшая школа агробизнеса и регионального развития, профессиональная гимназия пищевых технологий и техники. А также в районе имеется три районных больницы и футбольный клуб Марица Пловдев. Средняя цена на недвижимость от 1500 евро за квадратный метр. А сюда я хожу на массаж, средний чек в 45 лево. И раз уж мы сегодня говорим о стоимости жизни, даю вам цены, которые я плачу за поддержку красоты. Если из Коршаки переехать в мост и повернуть направо, то мы окажемся на гребном канале, или гребно-база, так это называют местные. Канал расположен в парке отдых и культура, рядом со стадионом Пловдев и зоопарком, который не работает в данный момент. Пять раз здесь проводили чемпионат мира по гребле. Пловдевчане очень любят это место. Здесь есть кафешки, рестораны, гостиницы. Здесь есть много спортивных кружков, включая художественную гимнастику. Средняя стоимость 30 лево в месяц. Велосипедные дорожки протяженностью 5 километров. Но что делать горожанину, если он живет на другом конце города? Не проблема. Вот карта всех велосипедных дорожек протяженностью 60 километров по городу. Конечно, гонять на велике по городу не стоит денег, а вот сколько стоит спортивный зал? Я зашла на сайт популярного спортивного зала и посмотрела цены. Итак, если мы не хотим зависеть от часов посещения, месячный абонемент стоит 70 лево в фитнес-зал. А в спа месячный абонемент стоит 80 лево. Но если вы берете и фитнес, и спа, это стоит 100 лево. Если вдруг вам понадобился бассейн, то в месяц это будет стоить 210 лево. В эти суммы вам полагается 50 часов стоянки. Ну, а остальные цены вы можете посмотреть сами. Ну, а если вы любите фитнес на улице, вот вам адреса, где стоят спортивные сооружения. Ребята, тут происходит соревнование по ловле рыбы. И посмотрите, какое рыбное снаряжение сюда прибыло. Довольно серьезные ребята, профессионалы. И мы передвигаемся в район Христос-Смирненский, который расположен в южной части от реки Морица. Брокеры утверждают, что западный район, и в частности район Христос-Смирненский, является наиболее предпочтительным районом для инвестиций. За последние два года местная администрация выдала 32 разрешения на строительство новых кооперативов. Во многом интерес к этому району обусловлен тем, что в городе нет другого места с таким количеством зеленых насаждений и парковых зон. Средняя цена квадратного метра квартиры в новостройке составляет 1250 евро на уровне шпаклевки, а инвесторы в этом районе в основном болгары. Примечательно для этого района это то, что многие медицинские учреждения Пловдива расположены именно в этом районе. Конечно, тут есть детские сады и школа для всех возрастов детей, парк культуры и отдыха, гребна база, стадион Пловдив, а также спортивный комплекс Пловдив и шоппинг-центр Мол Пловдив расположены именно в западном районе. Всего в районе Западен проживает 41 тысяча человек. Квартал Молодежный Холм также входит в западный район. Знаковым местом этого квартала является медицинский университет Пловдив. Очень много иностранцев приезжает учиться именно в этот университет. 6000 евро за год – это минимальная стоимость обучения, и она зависит от того, какой факультет вы выберете. Ну а мы отправляемся дальше. Это район Тракия. Здесь довольно широкие проспекты, есть очень много новых домов, и тут очень любят жить местное население. В 2008 году район Тракия получил приз «Лучший район для жизни», а сегодня в нем живут 60 тысяч человек. На его территории находится сельскохозяйственный университет Пловдив, несколько общеобразовательных школ, детских садов и дома культур. Здесь есть две больницы, поликлиники и один реабилитационный центр. Также в районе есть много супермаркетов, кафе, закусочных и парков. Имеется стадион «Локомотив», который является основным полем одноименной команды. До недавнего времени основным строительством в районе были панельные дома. Но в настоящее время в этом районе ведется активное строительство и можно найти новые предложения по строительству. Доступны разнообразные комплексы с детскими площадками и зелеными межквартальными пространствами. Цена в новостройке за один квадратный метр начинается от 1000 евро без отделки. В этом районе есть парк Лаута. И недалеко от него находится большой мол Пловдив Плаза. На радость шопоголикам здесь в одном месте есть много известных фирм, а также довольно большой фудкорт. И, кстати, по поводу еды. Пловдивчане обожают рестораны. Средний чек в ресторане города Пловдива на одного человека 35 лево. И да, если вы уже устали, поставьте на паузу и приготовьте себе чашку кофе. И сейчас мы отправимся в самый страшный район Пловдива – Столыпиного. Квартал назван в честь русского генерала Столыпина, и в него стали переезжать люди из квартала Кичук-Париж, о котором я расскажу позже. Но в 1957 году мадам река Морица вышла из берегов, и из-за наводнения остались без крови тысячи человек. Вот тогда-то и было построено несколько сотен квартир, в которых разместили пострадавших цыган. Говорят, что по всей Болгарии проживает 1 миллион 200 тысяч цыган. В Пловдивих – 40 тысяч. По всей Болгарии имеются подобные махали, как квартал Столипиного, в Софии, в Ломе, Пазаржик, Хасково, Ямбал и прочие. Интересный факт, что во время коммунизма было запрещено слушать турецкую цыганскую музыку. Но с наступлением демократии в 1990 году свободный глаз меньшинств дал о себе знать. Еще один пример. До 90-х годов было много госпредприятий, на которых меньшинства работали. Но с наступлением свободного рынка капитализма эти предприятия перешли в частные руки. И меньшинства, как и сами болгары, потеряли рабочие места. Но со временем болгары нашли себе работу, а вот цыгани нет. И сейчас среди них большинство безработные. Город пытался решать проблему с помощью культуры. Ведь на самом деле в квартале полно ремесленников, которые вписались бы в современное понятие креативных производств. Металлурги, ювелиры, речики по дереву и так далее. Но ромы привыкли решать дела по-своему. И поэтому, кроме нескольких художественных инсталляций и выставок, дело дальше не пошло. Большая часть жителей живет за границей. А в домохозяйствах часто можно встретить более 10 человек, проживающих в простой двухкомнатной панели. Тут всегда дежурит полицейский патруль. Но если вы турист и не знаете местных обычаев, то лучше в этот квартал не заезжать. Кроме того, что в Пловдиве есть много достопримечательностей. Есть в городе на что посмотреть и куда сходить. Пловдив – это музей под небом. И за вход платить не нужно. Но если вдруг вам этого недостаточно и вы хотите посетить всякие музеи или выставки, то средняя цена за вход стоит приблизительно 14 лево на одного человека. Ну а если вы решили посетить какой-нибудь концерт, то цена на одного человека в среднем будет где-то 45 лево. На улицах Пловдива круглогодично происходят уличные фестивали. И они бесплатны для всех. Да и сами жители не прочь поразвлекать самих себя. Главное – иметь хорошее настроение. Я не очень люблю граффити, но в Пловдиве они смотрятся очень даже гармонично. Есть даже туристические экскурсии по граффити в городе. Ну а мы отправляемся в следующий район. Это самый густонаселенный район Пловдива. В этом году ему исполнилось 100 лет. История района начиналась с беженцев и продолжается переселенцами. Здесь живут потомки переселенцев из Македонии и Беломорской Фракии. А в последние годы он стал излюбленным местом для проживания новых жителей Пловдива, приезжающих со всей Южной Болгарии. Они уезжают из запустевших городов и сел за лучшей жизнью и работой. Знаковым кварталом этого района является Кичок, Париж, что в переводе означает «маленький Париж». Некоторые утверждают, что название произошло из-за мятежного характера поселенца, что напоминало настроение во французской столице. Здесь построено много комплексов, уазис 3, 4 и так далее. В каждом из них по 400 квартир. Люди постоянно жалуются на нехватку парковок, а у кого она есть, жалуются, что она не охраняется. И кажется, что все беды свалились на этот район. Сначала администрация района решила реконструировать дорожную инфраструктуру. Эта стройка стала легендарной. Пока с одной стороны копает администрация, в это время с другой стороны улицы, компания по водоснабжению и канализации решает менять трубы и разворачивать дополнительную стройку с тяжелой техникой. А с третьей стороны улицы ведется строительство новых домов. Часто в прессе освещали кадры, как при вырытых котлованах техника заезжает на тротуар и он обваливается. Я не буду рассказывать, какие пробки там были и сколько времени люди жили без воды. Знакомо ли слово логистика администрации данного района? Остается только догадываться. Я решила заехать еще в один квартал этого района. Ребята, мы в квартале Остромила. Последний раз мы были здесь где-то полгода назад. И тут была стройка, стройка абсолютно везде. И такая не очень, какая-то строительная площадка. В общем, сегодня мы приехали и очень так приятно удивились, что стройка уже закончилась или подходит к концу. где-то, ну, в основном так и уже построено много апартментов и много частных домов, виллы такие очень, даже себе ничего. Очень интересное место. Сейчас я вам покажу все это, засниму. Субтитры сделал DimaTorzok В последнее время наблюдается мощный рост окраин. И все больше комплексов здесь строится. Хоть и инфраструктура пока что не налажена, тут еще не так много супермаркетов, да и без собственной машины здесь не обойтись. Но все больше и больше люди покупают здесь недвижимость и живут. Цена в Остромиле за 1 квадратный метр начинается от 1300 евро в новострое и на шпаклевке. А цена за 1 квадратный метр в Кичок-Париж начинается от 900 евро в новострое и шпаклевке. В районе Южин есть, естественно, детские сады, школа для всех возрастов, включая частную, научную, инновационную. Имеется также высшая профессиональная школа машиностроения, а также европейская высшая школа экономики и менеджмента, медицинский колледж, две больницы и много поликлиник. Как я уже говорила, этот район самый густонаселенный. В нем проживает более 115 тысяч человек. Пловдив является крупнейшим промышленным центром Болгарии с более чем 74 тысяч человек, занятых в производстве, на долю которого приходится 40% ВВП всей Болгарии. В каждом районе Пловдива, кроме центра, имеется отдельная промзона. Например, экономическая зона Тракии является одной из крупнейших в Юго-Восточной Европе и самой большой в Болгарии. Ее площадь составляет почти 11 тысяч квадратных метров, и она ориентирована на высокие технологии. Пловдив получил престижное признание от Financial Times. Он был отмечен как один из 10 лучших в среднем городу будущего в глобальном рейтинге. Город включен в два рейтинга престижного делового издания за стратегическую инвестиционную привлекательность и за экономическую эффективность. Сильные международные компании инвестируют по 100 миллионов евро в промышленные зоны, в сферу деловых услуг и туризма. Сюда приезжают жить и работают люди со всей страны, в том числе и из Софии. Пловдив и регион являются самыми быстро растущими по численности населения среди крупных городов. Как мощная промышленность влияет на экологию в городе? Я решила это проверить и зашла на сайт индекса качества воздуха. И по шкале загрязнения он отмечается как умеренный. Возможно, это не очень хорошо, но справедливости ради. Давайте посмотрим, что происходит в Европе. А теперь взглянем на экологию во всем мире. В современном мире преобладание желтых точек не так уж плачевно, а зеленые точки становятся просто дефицитом. Поедем в районы Каменица 1 и Каменица 2 и посмотрим, что там. А мы передвигаемся дальше и посетим кварталы Каменица 1 и 2. В 18 веке здесь была каменоломня. Оттуда и происходит название квартала. А в 1881 году в Каменице было произведено первое пиво в Болгарии. Только тогда предприятие располагалось на окраине города, в безлюдной промышленной зоне. Однако сегодня завод расположен в самом центре жилого района, недалеко от центральной части города, что крайне затрудняло доступ и обслуживание завода. Также ограничивало возможности для будущего расширения производства. Поэтому знаковый завод перенесли в Хасково. А в Пловдиве остался музей с мини-пивоварней крафтового пива. В восточном районе живут 62 тысячи человек. Кроме знаменитой пивоварни, имеется еще одно знаковое место этого района. Это стадион Христо-Потев. Второй по величине стадион в Пловдиве, вмещающий почти 19 тысяч человек. В районе действует 14 общеобразовательных учреждений, две частные школы, детские сады и ясли. Имеется институт прикладной физики, технический университет, институт метеорологии, две больницы и много поликлиник. Квартал Каменица находится непосредственно близко к центру. Один квадратный метр на шпаклевке стоит от 1200 евро. Здесь хорошая транспортная инфраструктура. Район пользуется очень большим спросом. Ребята, цены, которые я озвучиваю за квадратный метр на покупку недвижимости, это то, что есть в интернете на данный момент. И не факт, что на практике они будут являться таковыми. И поскольку квартал Каменица через дорогу от центра, мы решили пройти в центр и подкрепиться. Если вы будете в плодове, обязательно зайдите в этот ресторан. Мы заказали салаты с козьим сыром. Это такой салат, который идет со шпинатом, козьим сыром, клубника и сироп кленовый. Очень вкусно. И печеные орехи. И мы заказали еще гусиной печени с червякой. На горячее мы заказали спагетти. Паста болонезе. И еще одна паста со шпинатом и с шерри. Очень вкусно. Очень рекомендую. Если вы будете в плодове, обязательно зайдите. Движение на дорогах здесь очень хаотично. Да, здесь сигналят, да здесь есть пробки. И да, здесь запросто могут проехать на красный свет. И поэтому, когда вы переходите дорогу, обязательно посмотрите направо и налево. И еще здесь жестко штрафуют за неоплаченную стоянку, цена которой 2 лево в час. Но оплатив этот час, вы можете за это время парковать машину в нескольких местах города. Главное, не превышать 60 минут. Иначе вам поставят клипсу на колесо. И чтобы ее снять, надо будет оплатить 40 лево. Здесь важно парковаться в правильном месте и четко по линиям. Иначе вам сделают так. Что значит, эй, парень, ты неправильно припарковался. И в следующий раз мы вызовем полицию. По данным сайта Nambio, который содержит крупнейшую в мире базу данных о стоимости жизни, плавдивчане тратят на продукты питания 37,5% от заработной платы. Министерство юстиции создало платформу для мониторинга цен, из которой госкомиссия по товарным биржам и рынкам Болгарии сделала умозаключение, что цены в плавдиве являются самыми высокими на продукты питания. Например, за килограмм сахара средняя цена в Софии составляет 2,70 лево, а цена в Бургасе 2,30 лево. Но самое дорогое является в плавдиве, где он стоит 3 лево. Сыр в Бургасе стоит 9,5 лево за килограмм. В Софии, в Благоевграде и в Селистре стоят 14 лево за килограмм. В Пловдиве 23 лево. В Пловдиве есть 22 многопрофильные больницы и 9 специализированных больниц, 232 поликлиники и 82 медицинских центра. Иностранцы ходят частным образом к врачам. В среднем стоимость за первое посещение стоит 47 лево, за второе в среднем 25 лево. Развернутый лабораторный анализ крови стоит 65 лево. А мы с вами передвигаемся в центр. Это самая большая площадь по территорию и населению в муниципалитете Пловдива. С левой стороны экрана вы видите мол Маркова Тупе, в котором кроме магазинов еще есть кинотеатр, а также ресторан Виктория, который я рекомендую к посещению. Конечно, центр – это символ аристократии, истории, культуры и достопримечательностей древнего и вечного города Пловдив. Знаковыми местами этого района является большая часть Пловдивских холмов, сад царя Симеона, древний амфитеатр, старый город и еще много мест, не буду все перечислять, они известны всем. Скажу лишь, что в районе много медицинских учреждений, школ, университетов, а средняя цена на покупку недвижимости начинается от 1500 евро за квадратный метр. В основном это кирпичные дома и немного новостроек, но также дома на земле. Итак, ребята, я рассказала вам о многих спектрах жизни в этом городе. Остался главный вопрос, который интересует многих моих подписчиков. Так сколько же надо денег, чтобы жить в Пловдиве? Ну, начнем с того, что траты на жизнь – дело очень индивидуальное. Но опираясь на данные сайта Намбио, где как раз измерена средняя цифра стоимости, на жизнь одного человека в Пловдиве понадобится 988 лева, не включая стоимости аренды квартиры, авто и его содержание, расходов на медицину, страховки и таксы за поддержание визы. Выводы сделает каждый сам для себя. Но я здесь, и мне нравится, что здесь есть абсолютно все для жизни релаканта. И пусть я не каждый день хожу в бабы, на дискотеки, театры, галереи, по больницам и по врачам, но то, что у меня есть эта возможность в любое время, мне это нравится. А самое большое счастье для меня, что всего в 20 минутах езды от города я попадаю в мистическое место горы Родопи, где каждый раз меня дух захватывает от этого богатства красоты природы. Я благодарна за каждую подписку, лайк и комментарий. Вы были на канале За чашкой кофе. Я желаю вам прекрасного дня. На этом все. Пока-пока!